Здравствуйте! Слободковская библиотека продолжает цикл новелл «Маленькие эпизоды Большой войны», автором которых является Август Павлович Витихович. Эпизод 2 Другие немцы По рассказам старожилов, а также в населенных пунктах, как Бераслов, Витзы, Слободка и Казнь и другие, где были расположены гарнизоны, немцы вели себя по отношению к местным жителям вполне лояльно. Вспоминая такой случай, в дом к моему дедушке как-то зашел немец. Бабушка в это время ткала на кростнах какое-то полотно, а я, как обычно, вертелся рядом, помогая ей работать. Увидев кростна, солдат сразу же все свое внимание сосредоточил на них, ходил вокруг, удивленно качал головой и с улыбкой все время громко чмокал языком. Весь его вид говорил о том, что такую деревянную машину он видит первый раз в жизни. Потом угостил меня конфетой и подарил складную ложку с вилкой, а дедушке зажигалку и парафинную лампадку. При этом, изображая руками огромной живой, немец показывал дедушке, кому на самом деле была нужна война. Потом он подошел к бабушке и несколько раз тремя пальцами постучал по своим зубам, что означало надо яйцо. Бабушка принесла ему два яйца. С довольной улыбкой немец положил на стол несколько фенингов и ушел. Так что немцы разные были оторваны от своих родителей, жен, детей и не по своей воле брошены в эту кровавую бойню. Многие из них искренне ненавидели войну и не лишены были нормальных человеческих чувств. Другое дело, что всем солдатам и офицерам вермахта разрешалось первыми и без предупреждения применять оружие при угрозе их жизни. Но поскольку они, находясь на чужой земле, испытывали постоянный страх за свою жизнь, то такая угроза вполне могла оказаться мнимой, что всегда имело трагические последствия. В иказни таких случаев не было, за исключением одного особого случая, о котором пойдет речь дальше.